Мужчинам вход строго воспрещен. Для меня же сайт как дорогая брендовая сумочка. Хотелось быть более оригинальной. Никто не зайдет, то есть это будет чисто его пространство. Если выбирать из соцсетей сайта, я бы сделала ставку, конечно, на сайт, потому что туда я все-таки вложила душу, когда мы его создавали. И я, наконец-таки, смогла осуществить то, что мне по душе. Добрый день. Меня зовут Александр Дроздов. Сегодня мы общаемся с Ольгой Косенко из Санкт-Петербурга о проекте «Студия солнца.рф». Расскажите, пожалуйста, о вашем проекте. Что такое «Студия солнца.рф»? Здравствуйте. Это такое небольшое закрытое пространство про красоту, про волосы. Мне всегда не нравилось, когда в обычных салонах красоты сидишь с накрашенной головой, или клиент сидит с накрашенной головой, и кто-то с улицы приходит и как бы все это видит, и получается такое некоторое вторжение в какую-то достаточно такую интимную зону. И мне захотелось создать что-то, куда точно никто не придет внезапно. То есть если здесь сидит клиент, опять же, с какими-то там, с фольвой, с бегудей, в каких-то фабрикате, можно сказать, не в том, в чем он хочет выйти, и в чем он хочет предстать перед людьми, перед обществом, никто не зайдет. То есть это будет чисто его пространство. И очень часто, допустим, у меня приходят подружки, ну, две подружки или три подружки, приходят, занимают у меня целый день, они приходят, ну, кто с чем, кто с пиццей, кто с шампанским, кто еще и с чем-то, да, ну, свои образы жизни. И то есть они не просто привозят в порядок себя, а с, ну, волосы, да, они очень классно проводят время, общаются. А сколько, получается, лет назад вы все это задумали, придумали, и, ну, в общем-то, сколько лет назад стартовал данный проект? Пять, вроде, пять лет назад. Ну, на самом деле в профессии парикмахера я уже больше 15 лет. У меня есть, ну, как бы я парикмахер-модельер, то есть это самая, как бы, наивысшая степень парикмахерства в России считается. Только девушки женщины. Мужчины не заходят. Мужчинам вход строго воспрещен. Даже на пиццу и на шампанское? Чем более на пиццу и на шампанское. Ну, я здесь по большому счету одна. Да, бывает иногда у меня тоже настроение. Я все делаю в этой жизни под настроение. Помимо настроения еще, как бы, так звезды совпадают. И несколько раз я брала себе, ну, таких ассистентов, учеников. Ну, они сами брались. Когда они оказывались у меня, и получалось, что я, в общем, обучала человека, тоже девушку. Она мне помогала в работе и одновременно училась. Ну, там разные жизненные обстоятельства. Кто-то переезжает куда-то. Они, в общем-то, с опытом, с определенным, выпорхнули из гнезда. И я вот остаюсь снова одна. И совершенно по этому поводу не расстраиваюсь и не скучаю. И, да, это не про проходной двор, это не про трафик. В общем, я, наверное, даже говорила, что это не бизнес в традиционном понимании. Да, это больше про миссию, про идею. Вот. И все у меня в команде есть. Те, кто за кадром. В общем, кто организовал мне сайт. И все это. Этим занималась не я, этим занимался мой муж. Для меня же сайт, наверное, больше как дорогая брендовая сумочка. Дорогой брендовый аксессуар. Ну, вот мы как раз, да, подошли плавно к вопросу сайта. Кто выбирал название? Я. Почему вы остановились на зоне РФ? Да потому что РУ у всех. Не хотелось быть как все. Хотелось быть какой-то более оригинальной. Ну, и к тому же мы в России. Почему РУ? Даже РУ не русскими буквами. Где логика-то? Непонятно. Если выбирать из соцсетей и сайта, я бы сделала ставку, конечно, на сайт. Потому что туда я все-таки вложила душу. Когда мы его создавали, я вытаскивала из себя вот это вот все, что... Все про волосы, да, про их здоровье, про их ухоженный внешний вид. Моя студия работает без аммиака. То есть у меня здесь нету никаких вот этих вот парикмахерских запахов. То есть я вообще на запахе очень так чувствительна. И здесь все пахнет очень вкусно. А Инстаграм, ну, говорят, его надо ввести. Но я пока не сподобилась. Как-то там вкусновато в Инстаграме. Поэтому я его пока использую просто как фотоальбом. Ну, когда нужно что-то быстренько найти из работы. Вот там у меня просто все эти фотографии. Потому что на телефоне, конечно, миллион фотографий. И с путешествий, и детей там, конечно, там работы искать очень сложно. А так в Инстаграм залез, сразу показал то, что хочешь показать. И все. Методом исключения. Математика мне давалась хорошо, но была совершенно неинтересна. Ну, и как и все точные науки. Гуманитарные науки мне даже и не давались. Экономика — это мрак, политика — еще хуже. А наряжаться, красота перед зеркалом, мода, подиумы, фотосессии — это все, что прям вот зона интересов была всегда, с детства прям. Ну, и родители бились, бились, бились. Потом махнули на меня рукой. И я, наконец-таки, смогла осуществить то, что мне по душе. Ну, сама студия находится... Это такой достаточно новый молодой микрорайон на границе с Санкт-Петербургом. Вот прямо на границе с Петербургом в пределах кольцевой автодороги. Но это считается уже Ленобласть. Микрорайон называется Кудрово. Здесь огромные-огромные дома построились буквально лет 7 назад. Начал он строится, этот район. И сейчас здесь безумное количество людей. И, конечно, большая часть из района, пешей доступности. Я на них ориентирована, потому что считаю, что за красотой не надо далеко ходить. Но у меня есть, конечно, клиенты из области, которым все равно нужно ехать в город. И им удобнее даже не доезжать до города, а заезжать сюда. Есть клиенты с другого конца города. Тоже мои постоянные, которые со мной уже очень много лет. И как-то вот не изменяют пока. Более того, у меня даже есть клиенты из других городов и даже из других стран. Развиваться ведь можно, опять же, не ставя целью повысить доходность. То есть развиваться можно, потому что есть куда развиваться, есть к чему стремиться, есть много интересного. Не зря же говорят «Век живи, век учись». Доходность, она, наверное, будет автоматически повышаться. Как художник, его же нельзя поставить на конвейер. У него вдохновение пропадет. Но при этом стоимость его работ может расти. Недавно клиентка пишет, говорит, запиши меня. Не знаю, на что, на что-нибудь. Мне ничего не надо. Ну давай уход сделаем. Не надо тебе про мужа рассказать. Хотелось бы порекомендовать, чтобы они все равно относились к своим клиентам повнимательнее, с большей любовью, с большим трепетом. Благодарю свою команду за поддержку, за продвижение, за замечательный сайт, за возможность иметь такую классную сумочку, такой классный аксессуар. Он меня очень радует. Ну и к сумочкам равнодушно, а к сайтам классные аксессуары. Бренд «Классный РФ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова